Хочу вам дать совет на 1 миллион долларов. Лучший тренинг по звонкам, который мы проводим. Запишите, пожалуйста, я вам всем рекомендую. Выводите шаблон универсальный на экран. Выводите. И затем всем говорите. Так, ребят, сейчас будет тренинг по звонкам. Задача – назначить 5 встреч на ближайшие 3 дня. Доставайте свои списки имен, телефоны, все контакты, которые вы последние. Нет ничего? Ну и ищите газету, ищите, кто дает объявления. Звоните любым людям, ищите рекомендации. Пожалуйста, у нас есть 30 минут. Вот шаблон. Начинаем звонить. Тот, кто получит награду, а тот, кто не… Тот ее подаст. Хорошая идея, давай мы ее и будем применять. На самом деле, это самый лучший тренинг по звонкам. Потому что сразу вы поймете, у кого нет контактов, вы сразу поймете, кто какую чепуху говорит. Вы сразу увидите, кто по 3 часа по телефону трендит, кто вообще трубку поднять не может, ему страшно. Потому что на тренинге все сидят, и вы думаете, все ушли, и с четким пониманием. Но первый звонок должны показать вы. Очень важно, чтобы вы достали телефон и пару звонков. Придет человек, не придет. Главное, чтобы ответил. Главное, чтобы вы начали говорить. Покажите пример. Вожак всегда задает темп скорость стаи, и вперед поехали. Вот такой практический тренинг по звонкам. Но в целом, хочу вам сказать, что мы не обучаем своих партнеров делать звонки. Вот кроме вот таких практических тренингов, которые время от времени устраиваем. Почему? Система имеет шаблоны, система имеет специальный тренинг по тому, как звонить. Где? Многие из тех вещей, о которых я говорю, какие-то другие нюансы обозначены в этом аудио тренинге. И у каждого партнера есть стандартный доступ к этому. Самый важный момент – это регулярность. То есть звонки – это как спорт. Звонки – это как бег по утрам. Как только перестаете бегать по утрам, все, начинать очень трудно. Вы это прекрасно знаете. Это та вещь, которая требует регулярности. Причем, если вы будете делать 2-3 звонка в день, в течение следующих 20-30-40 дней, это уже станет абсолютно нормой, абсолютно естественной вещью. Звонки можно делать между делом. Вы где-то работаете, что-то делаете. Всегда можно делать звонки. Но помните, о чем я говорил, да? Лучше назначить время. Если вы работаете, и у вас остается всего лишь несколько часов после работы, то выстраивайте свою стратегию построения недели следующим образом. Чтобы, например, в один день пойти на школу, чтобы на следующий день делать звонки, на следующий день делать звонки, при этом вы с семьей, вы рядом, но и в то же время вы это делаете. И дальше 2-3 дня активных встреч. Следующий момент. Если вы работаете с холодным рынком, тоже хочу дать рекомендацию. Не назначайте встречи на час, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Каждый раз с одним человеком. Это холодный рынок. Всех там на три или всех на четыре. Пусть приходят семь, восемь, десять разных холодных человек. И вы тем самым экономите свою энергию. Вы тем самым не сидите там в часовых перерывах между встречами. И вы способны делать. Вообще, как делать бизнес? Параллельно работа – это большое искусство. Но списал вообще в грамотном распределении своей энергии и сил, времени. Грамотное распределение своих сил и энергии и плюс времени.